Здравствуйте, мои дорогие рыбы! Этот астрологический второй прогноз будет для вас. Так, рыбки. Мая 2009 года. В принципе, нормально. Сатурн в рыбах. В первом доме для рыб. В принципе. Ну и, конечно же, карта основной энергетики этого месяца. Троечка жезлов. Поиск нового пути. Поиск нового пути, причем рыбки, вы его уже знаете, вы его уже видите. Вы знаете, куда идти. Скорее всего, вы уже даже приняли решение. Оно уже есть у вас. Вы его нашли. То есть, осталось только отправиться в путь. Оно также может быть связано еще и с переездом. Может быть, у кого-то остро стоит вопрос расстояния, переезда. Либо смена геолокации. Но вообще, конечно, основное значение – это поиск нового пути и новых решений во всем. Очень важно для вас будет в этом месяце анализ, внутренний анализ. И желание, знаете, все изменить. Восьмерка кубков – это желание уйти от прошлого и начать все заново. То есть, вы в очередной раз понимаете, рыба вообще такое существо очень духовное. Причем, выпал Сатурн в рыбах. Это такое изменение, основанное на духовном росте человека. То есть, вы растете по жизни, вы взрослеете. Это такой месяц, когда вы понимаете, что от чего-то нужно уходить и идти во что-то новое. Это желание все изменить и идти новым путем. И вы это видите. Для вас это будет важно. То есть, любые вопросы, которые будут возникать, связанные со всем. С деньгами, с недвижимостью, с отношениями. Вы будете пытаться все изменить. Потому что Сатурн, он так говорит, что так, как было, уже не будет. Во-первых, это уже устарело. Во-вторых, мы учимся, мы осваиваем какой-то опыт. И мы всегда ищем новые пути. И так, как было, уже не будет. Мы пойдем по-новому. Тема финансов для вас будет идеальная. Знаете, самое интересное, что во втором доме и в восьмом доме, что деньги от партнера, что ваши собственные деньги. Здесь две десятки. Ну, лучше не придуешь. Ну, лучше было бы два туза Пентакли. Ну, два туза не бывает Пентакли. Ну, туз Жезлов, допустим, туз Пентакли. Ну, десятки. Десятка Пентакли – это получение денег от вашего партнера. Либо партнерские деньги, либо деньги от каких-то вложений, финансовой банковской деятельности. Либо управлять чужими деньгами. Также получение заемных средств. То есть, здесь у нас ваши личные деньги. Здесь деньги, которые вы получаете взаймы, либо получаете от своего партнера, либо наследства, либо подарки. Все проходит здесь. Наивысшее положение. То есть, замечательный май месяц. Вот для рыб просто шикарный. Деньги будут поступать из любых источников. Хорошая, замечательная карта. Может быть, конечно, найдете какие-то новые источники. Но с деньгами в мае месяце у вас будет все в порядке. Все, что касается отношений с вашими близкими и родственниками. Ну, вам будет хотеться вообще уединиться. Если попадает отшельник, вам вообще не захочется ни с кем общаться. В принципе, у вас тут такой процесс самоанализа. Процесс нового пути. И вас это будет только отвлекать и выводить из вашего состояния комфорта. Вопросы с недвижимостью тоже не стоит решать в этом месяце. Они будут для вас не важны. Либо будет очень много сложностей. Поэтому не стоит вообще вот эти важные вопросы решать в мае месяце. Нужно их отложить на более поздний период. Все, что касается отношений с вашими детьми. Полная стабильность, гармония. Никаких экстремальных ситуаций. Отношения идеальные. Дети вас радуют. Покой и гармония. Отношения с любимыми людьми, с любовниками. С людьми, которые вы любите. Новыми какими-то знакомствами. Здесь тоже полная стабильность. Я не вижу, вернее, новых знакомств. Здесь будет полная стабильность в текущих отношениях. Возможно, перейдете, может быть, к стабильному проживанию. Кто-то может съесть, кто-то разъедется. Но так стоит сложная ситуация с недвижимостью. Скорее всего, переезд, возможно, вы перенесете на другой месяц. Но вообще четверка жезлов – это хорошая-хорошая стабильность. Четверка – это такая карта, которая говорит о том, что мы по энергетике притягиваем в свою жизнь людей именно того уровня, на котором мы сейчас находимся, которому мы сейчас соответствуем. Ну, вернее, если обычным языком сказать, с вами рядом находится именно тот человек, который должен быть с вами и который вам сейчас необходим в данный момент. Любые вопросы, связанные с работой, будут удачно решаться. У вас стоит фортуна. У вас стоит фортуна в работе, в карьере. Поэтому карта очень успешная, карта хорошая. Фортуна и счастье на вашей стороне. Все идет своим чередом, все по судьбе. Вот как происходит, так происходит. Не стоит здесь как-то вмешиваться в этот процесс в мои месяцы. Не форсируйте события, не меняйте ничего. Все идет правильным курсом, все идет правильно. В партнерских отношениях будет какая-то конкуренция, будет выяснение каких-то обстоятельств. Но я люблю очень эту карту, это правильная конкуренция, в которой рождается истина. Возможно, будут какие-то споры, возможно, будет выяснение каких-то ситуаций, но они приводят к чему-то очень хорошему. Они приводят тоже к переменам. Это тоже Сатурн в Ольве. Это конкретные изменения в семье и с детьми. То есть, какие-то вопросы связаны. Вы будете вместе с партнером решать что-то очень важное, что касается семьи, есть кардинальные перемены. Ну, если у вас есть семья. И здесь Сатурн, и здесь Сатурн. И здесь практически, видите, мы ищем новый путь. По деньгам здесь у нас идеальный вариант. Десятка Пентакли. Также там у нас еще проходит все-таки дом секса. Полная гармония, стабильные отношения. Как никогда секса будет достаточно. Ну, в принципе, этот вопрос вас особо волновать и не будет в этом месяце. Если вы в мае месяц хотите отправиться в какое-то путешествие, отправляйтесь, с большим удовольствием проведете время, получите массу приятных эмоций. И очень-очень долго будете помнить это путешествие. Карта умеренности, карта гармонии. И желательно, конечно, отправляться с любимым человеком. Все, что касается вашего карьерного роста и профессионального развития, все идет своим чередом. Все идет правильно, карьера распространена. Потому что Марс в Козероге – это как наилучшее состояние карты, потому что это карта карьерного роста. Тройка – это когда человек работает над своей карьерой. И она стала в дом карьеры. То есть то, чем вы занимаетесь сейчас, вы выбрали правильное направление. Да, возможно, вы ищете какие-то новые пути, новые варианты. Но, в принципе, все идет правильно, все идет своим чередом. И у рыбок в мае месяце должно все развиваться очень успешно. То, что касается ваших друзей, ну, как никогда, будьте очень чувственны к ним по Луне. И будет очень желание помочь им. Возможно, кто-то обратится за помощью к вам, потому что карта благотворительности. Возможно, кто-то попросит денег, одолжить. Ну, очень много будет каких-то встреч с людьми, которые вы давно не видели, допустим. Ну, особо тоже вас это волновать не будет. Такая карта нейтральная практически. Если будет возможность встретиться с друзьями, с которыми вы давно не виделись, ну, можно встретиться. Ну, как бы не является основной темой этого месяца. И замечательная карта стоит в двенадцатом доме. Карта мага стоит в доме вообще магии. В двенадцатом доме. В доме тайных знаний, в доме тайного. Придет очень хороший... Если вы занимаетесь эзотерикой, если вы занимаетесь поиском чего-то духовного, придет человек, который будет вашим учителем. Если вы изучаете сами, то тоже... Это карта очень хорошего ученика. Маг – это идеальный ученик, который запоминает все с первого раза. Идеальное время для получения новых знаний, для получения новой информации. Если вы находитесь в поиске чего-то тайного, либо конкретно занимаетесь эзотерикой, идеальное стояние карты, идеальное положение Меркурия в двенадцатом доме. Если вы никаким образом не связаны, и вас эта тема не интересует, эзотерики, познание и получение тайной информации, то здесь просто может карта говорить о том, что получите неожиданно очень много какой-то информации, которая до этого была для вас тайной. Откроются какие-то тайны. Ну а вообще, конечно, если вы занимаетесь учебой, развитием, то идеальное положение. Также такой вариант, потому что в двенадцатом доме у вас проходят еще и больницы, госпитали, госпиталя, простите, какие-то хирургические операции, то в принципе, если мужчина врач, то все будет идеально. Мак, ну одним словом Мак, все пройдет быстро, и все пройдет очень успешно. Любые лечения, любые вопросы, связанные с какими-то операциями. Потому что Мак это еще хороший профессионал своего дела. То есть попадете в руки хорошему профессионалу. Ну вот вы постучите по дереву. В принципе, агроскоп очень хороший, и месяц очень хороший. Всего доброго, и до свидания, рыбки.